на революционное лечение, что нам кажется очень важным. Этот факт требует решения в настоящее время. Также наша последняя лимфодема 3-4 степени наблюдала столько пациентов с индексом массы тела выше 25, что подтверждает корреляцию между индексом массы тела и выраженностью отёка. На данном слайде приведены сроки от окончания лечения специализированного до появления отёка. При этом появление лимфатического отёка в течение 6 месяцев после операции или лучевой терапии отмечено у половины пациентов. У остальных больных эти сроки были гораздо больше. Сроки от момента выявления отёка до включения в протокол реабилитации у 28% больных были менее 6 месяцев, у 25% больных от 6 месяцев до года, у 10% от года до 2 лет, у 17% от года до 5 лет и у 25% более 5 лет. У большей части пациентов до включения в протокол, до года после выявления отёка, никакие реабилитационные мероприятия не проводились. Только у 1-3 больных со сроком 2-5 лет после завершения специализированного противопытного лечения имелось в анализе сведения о том, что они проводили курсы реабилитационных мероприятий. То есть вот это то, о чём я говорила, что наши пациентки в достаточной степени мало охвачены мероприятиями реабилитации, и поэтому мы до сих пор выявляем ещё в выраженной степени и стадии пустопластэктомического отёка. До начала курса реабилитации 64% пациентов были жалобены на болевой синдром и оценивали в 5-6 баллов по ВАШ, а 20% в 7-8 баллов. В большинстве случаев болевой синдром имел многофакторную природу. Установлены диагноз дистальной лекарственной полей и нейропатии имели 8 больных. Послеоперационный код случевой нейропатии 4 больных у 13-ти хронический болевой синдром имел чёткую связь с дисфункцией плечевого сустава, которая, в свою очередь, могла быть обусловлена послеоперационными или послеоперационными изменениями ткани грудной стенки и акцилярной зоны и повреждениями нервов. 12 пациентов проявляли жалобы на ощущение жжения, давления, распирания, онемения. Причинами ограничения поводвижности в верхней конечности были боли, отёк, дисфункция плечевого сустава или их сочетание. В свою очередь, дисфункция плечевого сустава не всегда сопровождалась ограничением амплитуды у пациента с функциональными гипервовидностью или регулярно занимающейся мобилизацией сустава. Нарушение функции сустава отмечено на фоне фиброза или отёк акцилярной зоны, натяжение ткани передней грудной стенки, постуральных нарушений, коловидной нападки или за счёт аппетитного капсулита. Какие же мы получили результаты после применения вот этого комплекса революционных мероприятий? После завершения курса реабилитации оценка болевого синдрома 7-8 баллов по ваш не было отмечено ни одного пациентки. Доля оценки 5-6 баллов снизилась в 5 раз, оценка 1-2 баллов отмечена в 6 случаях, и 2 пациентки не предъявляли жалоб на боль вообще. У большей части пациенток с исходными ограничениями амплитуды движения в суставе наибольшее изменение отмечено по направлению флексии, абдокции и наружной ротации. После лечения средний прирост флексии составил 10 градусов, а по... ... ... ... ... наружная ротация. После лечения составил 12 градусов, внутренней ротации более 3 градусов. Увеличение амплитуды 1-3 сантиметра. Таким образом, раннее выявление прогнозивных проблем после завершения радикального лечения больных ракомолочной железы и в свое время начало реабилитации улучшает функциональную активность и качество жизни пациента. Выбор эффективного и безопасного комплекса физических факторов, комбинация с лечением физкультуры с учетом проблем пациентки и сопутствующей патологии, использованные в комплексе реабилитации физических факторов, заказанной эффективностью, улучшают результаты лечения. Разработана методика комплексной реабилитации больных ракомолочной железы эффективно переработать в хроническом болевом синдроме и ограничение подвижности в болевом. С радостью отвечу на возникшие вопросы.